Всем добрейшего времени суток. Сегодня мы вернёмся к серии ИС от Falcon. Да, я наконец-то прошёл восьмую часть под заголовком Lacrimosa of Done. Ну и что ж сказать-то, это было весьма своеобразное приключение, со своими взлётами и падениями. По большей части оно мне понравилось. Но так ли игра хороша и заслуживает ли она титула лучшей в серии, как кричат некоторые конкретные фанаты. Давайте разбираться. С точки зрения геймплея студия Falcon продолжает совершенствовать формулу седьмой номерной игры и серии. Их, в кавычках, каноничный ремейк четвёртой части я бы предпочёл не вспоминать. Будь моя воля, я вообще забыл о существовании этого говна. Серия всё больше уходит в сторону, так сказать, скоростного экшена. Бегаем и прыгаем, как ужаленные, и рубим врагов в капусту. В очень больших количествах. Для этого вам дают и обычные наборы атак различным оружием, так и наборы спецприёмов, что называется на все случаи жизни. Вот это меня, кстати, очень порадовало. Несмотря на то, что в игре шесть играбельных героев вас не принуждают играть каким-то конкретным, кроме некоторых скриптовых боев. У каждого из них богатый набор приёмов, как я уже сказал, на все случаи жизни. И дальнобойные атаки имеются, и круговые, и комбу даже есть. Сразу, естественно, вам всё не дадут, чтоб вы не наглели. Открывается всё по мере прокачки. Но каждый из героев в целом способен выйти живым из любого боя. Хотя бы в теории. Конечно, есть специализации, свои предпочтения, но радует, что игра даёт самому игроку решать, кем и как ему играть, а не следовать каким-то строго заранее забитым шаблонам. Правда, также стоит отметить, что вам не приходится рассчитывать на то, что вы будете вот прям легко доминировать над всеми врагами. Не-не-не. Местная флора и фауна, знаете, тоже весьма прыткая и порой больно кусается. Да, попервую, конечно, когда только-только начинаешь игру, монстры не оказывают почти никакого сопротивления. Однако уже первый босс заставит вас, так сказать, немного притормозить. Не стоит также забывать про виды урона. Вы не просто так, знаете ли, группой перемещаетесь по три человека. В игре три типа урона, как, собственно, и в седьмой части. И многие враги имеют как свои слабости, так и свое сопротивление, тем самым видом урона. Так что даже к рядовым врагам какой-никакой особый подход нужен. Но бои – это не все, чем вы будете заниматься в этой игре. Вы также активно будете исследовать локации, решать пазлы, выполнять квесты, заниматься обустройством деревни, спасать других выживших, рыбачить и даже, черт побери, огород выращивать. Да, может на первый взгляд показаться, что слишком уж много всего для подобной-то игры. Но, во-первых, авторы не стали перегибать палку и прекрасно понимали, что они делают в первую очередь именно приключения. Поэтому многие вещи здесь намеренно упрощены. Например, вот рыбалка. В наше время это уже, видимо, какое-то негласное правило для разработчиков из Японии – вставлять мини-игру с рыбалкой. Но здесь она максимально простая, понятная и, главное, не отнимает много времени. При этом еще и ништяки дает. Она служит этакой, как бы так сказать, своеобразной передышкой от постоянных боев с монстрами. Второй важный плюс всех этих сторонних развлечений – это, собственно, банальная награда. Почти за любое действие вы в итоге получаете какие-то ништяки. Например, выращенные овощи станут ингредиентами для готовки. Да, можно приготовить какую-нибудь еду у костра, которая тоже дает энные бонусы. Ну и в-третьих, это все абсолютно опционально. Не хотите выполнять энный квест – дело ваше. Не хотите помогать выжившим во время рейда зверей на деревню – да ну и черт бычать с ними, они как бы сами справятся. Но вы, конечно, при этом не получите кучу ништяков, которые вам даются в качестве награды за выполнение всего этого безобразия. Но, опять же, в принципе, не нравится – можете пропускать. Это, пожалуй, главный плюс любой ролевой игры – относительная, зачастую мнимая, но все же свобода в действии. Да, игра, конечно, все еще линейна в плане прогрессии и, так сказать, центрального сюжета. Но вот во всем остальном игра открыта. Хошь и следуй остров. Хошь, найди зарытый клад там, я не знаю, или гнездо какого-нибудь птеродактиля высоко в горах. А хочешь – иди просто строго напрямую по сюжету. Нравится тебе – можешь заморочиться, облазить и отметить каждый закоулок острова, найти всех выживших, выполнить все квесты, отметить на карте все достопримечательности и отыскать там все сокровища. Или, наоборот, просто идти по маркеру строго вперед – никто вас не заставляет. Игра, конечно, рассчитывает на это, но, опять же, не принуждает. Что приводит нас к разговору о минусах геймплея. И главный из них, пожалуй, это структура игры, а именно – ее затянутость. Игру можно условно поделить на три части. Вначале вас МЕЕДЛЕННО знакомят с механиками игры, ее особенностями, а заодно вводят в курс действий и представляют ключевых персонажей и т.д. Т.п. Так вот, просто для понимания, насколько все это медленно происходит, поиграть за Дану, персонажа, вынесенного в названии игры, смею напомнить. Вам дают лишь спустя более чем 10 часов игры. Я за это время смогу, ну, не знаю, ИС-6 перепройти полностью. Середина игры как раз получается самая лучшая. Доступны все герои, они достаточно экипированы и прокачаны, им открыли большую часть способностей для исследования области или приемов для боя. Но, к сожалению, к концу, игра просто уже не знает, когда ей, что называется, нужно остановиться. Сюжет начинает подкидывать постоянные вот это повороты. В стиле «А ты думал, что уже все? А вот и нет! Давай дуй вон туда, а потом дуй вон туда, а потом спускайся под землю, ты там еще не был! Там исследовал? Вот! А теперь давай вот открой вот этот вот данжен, там вот тебя ждут четыре портала и каждый из них это еще один данжен со своими врагами и боссами». Под конец игра уже просто начинает реально душить до такой степени, что я просто бежал на пролом, игнорируя все и всех. И да, я знаю, что есть безусловно игры и гораздо больше, чем это. Но в серии ИС никогда не было такого. Просто для сравнения, за то время, что я проходил ИС-8, я бы наверное успел пробежать, я не знаю, всю серию ИС, начиная с первой по шестую часть. Признаю, это не столько минус, сколько, как бы так сказать, нехарактерная черта для серии, но все же она бросается в глаза. Относительно концовки также стоило бы заметить, что боссы в конце игры становятся весьма скучными, по большей части из-за того, что они превращаются в просто беспорядочный фейерверк из спецэффектов и циферок. В плане боя тоже есть один существенный косяк. У многих врагов, я не знаю как бы это описать, косяки с таймингами. Урон от их атак засчитывают раньше или позже непосредственного контакта с атакой. Из-за этого одна из ключевых механик игры, флешгард и флешмув, становятся крайне ненадежными. Ладно там флешмув, допустим, он встроен в обычное уклонение. Не сработает он, сработает хотя бы уклон. А вот с флешгардом так уже не проканает. Промахнетесь и получаете урон. Справедливости ради, игра проходится и без него. Ну почти. Есть там один необязательный босс, который как раз под этой заточек. Но все же этот косяк довольно-таки заметен. Тем более, что это одна из ключевых механик игры. С точки зрения нарратива, игра в целом также хороша, но не без изъянов. Начинается наше приключение на корабле. И вот это вот уже первый прокол. Вот кто пустил Адола на корабль? На данном этапе во вселенной ИС нахождение вот этого рыжего на палубе практически тут же превращает любой корабль в Титаник. Еще и капитан молодец. Похвастался перед Адолом тем, что они проплывают рядом с таинственным островом, вокруг которого все тонут. What could possibly go wrong? Ну и конечно же, в конце этого пролога корабль тонет. Вот кто б мог подумать, а? По итогу Адол оказывается на, казалось бы, необитаемом острове. Ну и теперь вам надо найти уцелевших, выжить и найти способ с этого острова, собственно, слинять. Однако вскоре у Адола начинаются галюны про некую Дану, которая жила в прошлом в ныне почившей и развитой цивилизации. Попутно еще при этом вам надо с динозаврами уживаться. Дальше я спойлерить не буду, но приключений вам предстоит пережить много, познакомиться с группой самых разномастных героев, ну и конечно спасти мир от глобальной катастрофы, как же без этого. Во вселенной ИС, видимо, рыжие другим ничем не занимаются. Сам сюжет мне в целом понравился. Кроме, пожалуй, что концовки. Игра построена в стиле этакого аниме-сериала, даже свои эпизоды филлеры есть, вроде корабля призрака, например. Да, тут есть и такой. Больше всего повествование цепляет своими персонажами. Компашка вам, конечно, подобралась занятная. Боевая принцесса, Синдбад в старости, анимешный Джейсон Стэтхэм, девочка Маугли и жрица стриптизерша. И это только играбельные. Среди неписей, знаете, тоже достаточно странных и своеобразных индивидов. Главное, что в них радует, это что сценаристы не поскупились и каждому прописали продуманный характер и идеологию. В результате за приключениями вот этой вот разношерстной банды выживастиков действительно становится порой интересно наблюдать. Как они в очередной раз будут выбираться из какой-нибудь передряги или же просто сидят и болтают перед сном у костра. Как я уже отметил, прям вот как будто какой-то аниме сериал смотришь. Вот взять к примеру сэра Карлона. Персонаж бесит до чертей практически во всех сценах, где он появляется. Что есть хорошо. Персонаж ведь должен вызывать эмоции, правильно? Неважно какие. Вот он собственно и вызывает ненависть. Что показатель хорошей работы сценаристов. Они сделали специально персонажа, чтобы бесить игрока, и он в своей задаче справляется. Единственный вопрос, пожалуй, к ним, помимо концовки, это одежда людей из прошлого. Она настолько минимальная, что местами напоминает какой-то боди-арт, нежели одежду. Хотя, возможно, это уже технический косяк графики. Собственно, это, пожалуй, главная и первая проблема игры, которую заметит любой игрок. С технической точки зрения, с технически, повторяю, графика в игре довольно сильно устарела. Об угловатости некоторых объектов игры, например, листвы на деревьях, можно, наверное, порезаться. Часть одежды, как, например, у людей прошлого, является чисто текстурами на самой модели персонажа. Анимация этих моделей довольно сильно ограничена, и местами неуклюже. В геймплее, в разгар действия, так сказать, это вы, конечно, не заметите, но вот в катсценах, особенно в статичных, в глаза сразу бросается. Однако, приятная глазу цветовая палитра, хорошая работа с камерой и окружением, визуальный дизайн, а также общая выдержанная стилистика, в целом ситуацию спасают. Во многом как раз исследовать остров за счет привлекательных видов наиболее увлекательная часть игры. Но опять же, соглашусь, чисто технически игра смотрится довольно устарелой, даже по меркам 2016 года. В области звука все в целом тоже очень хорошо. Фалком в отношении саундтреков редко нас разочаровывает, и данная игра исключением не стала. Музыки много, она достаточно разнообразная, чтобы не надоесть, и отлично подходит видеоряду, который она собственно сопровождает. Будь то сражения с огромным монстрюком, трагические воспоминания из прошлого или просто посиделки у костра. Также хотелось бы отдельно отметить озвучку. Она есть на английском и японском языках. И да простят меня в кавычках true-анимешники, но я играл с английской. По той простой причине, что персонажи бывают говорят во время геймплея, например, сообщают о рыбном месте или слабости врага. Благо я на слух English воспринимаю, так что мне это оказалось очень даже полезной функцией. Ну что ж, давайте подводить итоги. Геймплейная игра очень хороша, хоть и не без своих изъянов. У нее простенькая, но эффективная боевка, с большим разнообразием возможностей, плюс куча дополнительных опциональных развлечений. Имеется правда агрегия с таймингами и общей прогрессией. Но они не сильно критичны, для многих они даже могут наоборот оказаться плюсом. Лично меня порадовал уже тот факт, что тут хотя бы управление работает. Да, японская игра, порт с консоли, с нормальным управлением на клавомыши. Ядрить меня семеро, вот это я понимаю шок-контент. Оказывается такое существует, я не сумасшедший. Так, о чем это я? Ах да, итоги. Нарратив у игры также в целом в порядке, что сюжет, что персонажи. Разве что опять же концовка разочаровалась. Я конечно понимаю, что авторам надо, как бы так сказать, сохранить этакий статус-кво для дальнейших бесконечных приключений нашего бравого Рыжика, но тут отмазка уж совсем какая-то заезженная была использована. В плане презентации все по большей части также хорошо, за исключением опять же устарелой графики. Стилистика конечно спасает, но она не сможет спасать вас вечно. Ну и что по итогу? В конце концов я поставлю ИС-8 8 с половиной баллов из десяти. Игрушка бесспорно хорошая, но в паре места они немножечко напортачили, так что назвать ее лучшей в серии я бы все-таки не стал. Хотя она и подобралась довольно близко. По крайней мере это всяко лучше того говна, который они вылили на нас в прошлый раз. В общем, если ищете годную анимешную экшн РПГ, стоит обратить внимание на ИС, если вы ее еще не прошли. Ну а за сим у меня к вам на сегодня все. Пишите комментарии, что думаете по поводу игры, если есть возможность и желание, поддержите канал. Все ссылки найдете в описании. И да, отвечая на будущие вопросы о продолжении серии, давайте нам перерывчик сделаем. Все-таки я немножечко устал от этой игры. Плюс надо дождаться хоть какой-нибудь скидочки на ИС-9, ибо ценник у нее в стиме аховый. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч.